Ну что, начинаем новый влог. Я тут завтракаю, чай пью. Время у нас 8.21. Вчера купили такие пирожные. Вот эти как-то мне не очень. Потому что, типа, печа молока, я не люблю такие. В общем, так себе. Посмотрим, чем будем заниматься целый день. Поехали. Каждый день, каждый день пасмурно. Каждый, каждый день. Надоело уже. На лавочке ничего не посидеть. Потому что муж сейчас брызгает в квартиру опять. Уходим куда-нибудь подальше от деклофоса, чтобы не сдохнуть. Вот. Куда-нибудь. Не знаю, куда. У меня нужен детский мир. У меня есть купон. Хочу им воспользоваться. Я не уверена, что у меня молок сосала. Изжога замучила. Замучила изжога. Тяжко. Тяжко, тяжко. В общем, вот я жду. Он брызгается, брызгает. Переживаю. Не люблю всё это дело. Можно... Дыхание перекрывает. Нездоровый человек. Фу. Здесь, конечно, срач. На лесочной площадке кошима. Вот. Сейчас молокс пососаю. Чтобы вот как-то полючиться. У меня был герпес. Вот сюда. Вообще, иммунитет упал. Представляете, генфиром принимаю. В предыдущем видео показывала, да, иммуностимулятор. Не знаю, что-то. Не. Гинеколог выписала. Я какая-то пастушная. Она покупала всякой херней всяких антибиотиков. Зачем? Непонятно. Хочу бы я не покупала. Испортила себе вообще всё на свете этот. Антибиотик вообще меня всё убил. Умнитет упал. До жути. У меня герпеса не было уже. У меня был герпес, вылез, помню, 1 или 2 января. То есть, после праздника Новый год. Вот с тех времен у меня не было герпеса. То есть, я себя как-то подняла иммунитет. Всё. Дебильные антибиотики пропила. Всё. Чувствую, что я такая слабенькая опять стала. Мышцы всё болят. Оливье хочу. Знаете, такое бывает, что ты хочешь оливье. Ой, определённое блюдо. А в данном случае я хотела оливье. Надо купить ингредиенты. Ну и суп надо нам варить. Без супа никак. Нашей семье за супы отвечаю я. Что у меня на носу? Это веснушки, девчонки. Это веснушки. Это веснушки. Вот. То есть, это уже продуктовые. А что касается герпеса. Есть такая шняга. Ох, ну я и разговариваю. Когда я прихожу в гости. Это не всегда бывает. Но такое бывает. И будь то к моей маме, будь то к родителям уже ходим. Пользуешься. Есть такая примета на Руси. Ложками. Ну то есть, ложками посуды. То есть, кружка. Да? Чай пьёшь. Вылазит за яды. Есть такая примета, что вот она с древности вообще идёт на Руси. Что ты даже можешь у своего родственника пойти. Понятно, что твоя мама тебе плохого не пожелает. Посуда будет очень чистая. Очень чистая. И всё равно вылазит за яды. Сейчас, конечно, у нас с мужем такое было. Мы пару раз в праздниках приходили от них. И у него у меня за яды вылазили. То есть, на уголках губ. В моём случае вылазит герпес. От них придёшь. С ними поцелуешься. Там. Покушаешь у них. И вылазит за яды. Ой, герпес. У меня может вылезти. Это что касается вообще просто родных людей. Я уже не говорю про друзей. Там бывает придёшь. Может быть у меня... Ты же не знаешь, что это придет. Насколько они чистоплодные. Вот. А что касается кафе и ресторанов. Так у меня вообще жопа. В предыдущем видео вы смотрели. Мы в кафешке сидели. В торговом центре. Вот. А после того у меня вылез герпес. И... Это уже просто остаток. Это рана. Это уже не герпес. Потому что если у меня герпес. Я вот эту... Четыре-пять дней я дома не выходила. Лежала. Болела. У меня вирус сожрёт. Очень плохо. И вот мы в кафе были. И то есть это, получается, попользовалось чужой посудой. И... То есть это такая примета. Тоже имеет место быть. То есть я уже не от первых людей слышу. Неоднократно слышала, что такое бывает. Ну, опять же, всё-таки, я считаю, что это иммунитет. Нервы. Я очень нервничала последний месяц. Ну, недели три я психологически плохо сплю. У меня бессонница. Не могу уснуть. Но я, думаю, в другом видео об этом расскажу. Не хочу об этом рассказывать. Очень плохо себя это чувствую. Ладно, я выключаюсь. Такое ощущение, как будто я эту погоду привезла с Калининграда. С Балтики. Прибалтики. Люди, вы что, каждый день? Я не помню, чтобы так на Ставрополье было. Главное, мужа задыхающего не пропустить. Задыхающегося. Встаю и убил. А мы сидим, да? Ну, ты набрал. У тебя маленький. Ну, я ещё что-то куплю. Да я не смогу столько высидеть. Антон, мне сейчас тяжело. Ну, дома туда пойдём. Где чай, он думает? Так, это лапе. Вот это чай. Блин, солёное. Ой. Что мы тут купили? Ну, в общем, зелень кинза, петрушка, два пачка, лука и укроп. И там, снизу, редиска. Иди отсюда, давай! Быстро! Что за животное? Так, это у нас огурцы, вон там, с рынка. И я себе аджику взяла. Вот. Тоже с рынка. Потом, пошли, отблок купили, 400 рублей стоит. Одной ценой, пипец. Кукарача, боже. Инсектоцидное средство. В составе циперуметрин, молотион. Молотион. В общем, жидкость это. Жидкость с помидоры, как вы видите, это с рынка. А вот это с магнита. Картошка фри, так скажем, да? Хлеб, который муж себе взял. Профитроли с кремом. Макароны обычные взяла, самые обычные. Это картошки соус, который называется с охотничьей. Майонез с одной взяла. Потом берушу себе купила. Теперь не только мужа храп, чтобы не слышать, так еще и свойств. Так, потом ташлянский суп. Это... Ох, ташлянский сыр, это в суп. Я беру потом три свеколки. Маска для лица. Тропические фрукты. И такую взяла. Не могу понять, почему здесь как-то вот два раздела. Наверное, это может быть, можно попользоваться человеком. Оставить потом другой. Все, это я не знаю, это может быть. Что это? Термоуплотнитель. Мне кажется, здесь все. Ну и яйца, да? А здесь пошли грибы вон. Грибы на суп. Вот такое. Пепси-кола что ли? Пепси. Тархун. Тоже большая. Сахар. И курсы. Кубань продукт. Вот так вот сегодня. Получается у нас чек. Магниты. Всего получил еще магнит 1840. Проветриваем. Проветриваем. Квартиру. Мы же побрызгали. Посмотрите, он цветок скинул. Кот. Вот. Вот что. И разбил в горшок козел. Да? Что ты там подсматриваешь? А? Подтяжка. Еще этот. До этой добрался. Блин. До чучела. Сейчас. Пошмар. Что такое со мной? Ой. Ой. Девочки. Сейчас покажу. Смотрите, время. Вот у меня стоит. Ну, грубо говоря, полтретьего. Да? Посмотрите, как темно. Я, короче, все на это время на часы смотрела. Думала, день. А у нас, оказывается, уже 17.45. Все, вечер. У нас весь день был туман. Представляете? Стираю. Вот так вот хожу. У меня день, день. На 95 градусов поставила впервые в жизни. Вся эта горячая. Сейчас на слив поставила. Сейчас все открыто будет пар. Так, сделала оливье, как и говорила. Все. Кот сидит тут. Бреется. Мы же его побрили. Ой, хочу цветами заняться. Не знаю. Вот этот сыпется. Он меня раздражает. Постоянно сыпется. Все, сыпается. Вот этот сыпется. Так, этот вчера он. Так, вот смотрим. Сегодня у нас среда. А постригли. Мы его возили в ветеринарную клинику. Постригли его в пятницу. То есть на той неделе. Где-то в 5 дней. Он уже даже оброс. Он был короче. Короче, для кота это большой стресс. Потому что холодно ему. Ну и, в общем, стресс большой. Он, знаете, двое суток практически не спал. Сейчас он более-менее спать стал. Что тут у тебя? Покажи свои складки. Сиськи. Плохо видно, блин. Что-то здесь со светом. А так темно целый день, в общем-то. Даже все. И ничего не видно. Ничего не видать. Ничего. Смотрите. Вот я первый раз. Я вообще не знала, что у меня есть 95 градусов хлопок. Сейчас открыть. Вещи, в общем, короче, сварились. Но почему я это делаю? Потому что из-за того, что у нас какая-то херня. Вот. Вот. Блохи точно были. Есть там, не знаю. Вчера. Вчера, говорю, господи. А так, может быть, помимо блох еще что-то есть. Какие-то, не знаю, овши там или овши. Или что-то. Здесь получше видно. Дву-дву-дву-дву-дву-дву. Да, Брюс? Там его этот лежит. Он ел яйцо. Вот, да. То, что мы купили. Картошка фри. Вот это я купила на рынке. Я захотела аджику. А аджику мне нравится. Поделала моя мама. То есть не острое еще. Накрутил там чесночка, соль. Она сказала, что она не острая. Она ужасно острая. И тут много чесняка. Короче, обманула она. Кошмар. Вот на смарку теперь 100 рублей. Бутылочка 100 рублей. Ужас. Ирина Путинь. Да.